Девушки отдыхают 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 какую-то станцию да отлично мой привет всем кто страдает эпилепсией это было круто продолжаю игра продолжает ласкать мои глаза чем больше я не смотрю на эту заставку тем толще будут линзы в моих будущих очках как я понимаю какое-то темное око у боже да это же рагнар из викингов даже голова такая же квадратная какой-то в актер и он и он лежит в анимусе они где-нибудь мне нравится его стрижка это стекло будущего видите какое стеклянное мне нравится его телосложение вот это вот смотрите какие широкие плечи огромная грудь руки без локтей кто-то жрал хот-доги на пододеяльнике а нет это труп такое ощущение что он сюда знаете с 19 века попал и ничего понять не может медицинский сектор majestic писали тогда уже все по-русски господи включите уже вид из глаз и не хочу смотреть на это очень на этого странно нарисованного человека отстреливаться мы от врагов будем с помощью чего с помощью силы мысли конечно же не двигаться он двинулся он парализован и у него не получается стоять но они расценили как акт агрессии решили расстрелять все мониторы в этой поликлинике дело в том что огонь ведется крайне неприцельный потому что полчаса уже а нет вот смотрите шальная попала это наверно был рикошет расход патронов знаете потрясающий количество жертв минимальная черта это самые криворукие стрелки в этой галактике а это же вообще какая труба это еще сложность включил на лёгкости я уверен что они бы себя расстреляли помните игру такую арканом была такая рпг-шка на пк где можно было принять если не ну нету скилла обращения с автоматом главный герой мог из него покалечиться или застрелиться особенно радовало что то же самое по моему было и с луком он стрелял из лука стрелял сломалась рука сломалась рука травма убит до крови разработчики не жалели а вот дырки кровавые на телах это уже другое дело это следующий уровень графики не каждый может нарисовать это чейзер кричат они значит чейзер это имя все-таки до пациент 270 47 это агент 47 из будущего спустя 20 тысяч агентов 200 тысяч вернее раз он 20000 47 она 170 либо у него номер изменился пока бежал либо я ладно и так а мне нравится этот фильм это видимо общение игра потому что уже хрен знает сколько времени я сижу и наслажен а вот но теперь то нет и он и теперь сам полезно правильно зачем сваливать это на игрока вы обратили внимание что но этот имперский штурмовик отдел немецкую каску шикарно вообще интересно на каком моменте мне решат отдать управление офигеешь сейчас он их всех убьет заберет оружие и когда мне уже будет чем стрелять я согласен на такое разделение труда с компьютером пополам знаете меня устраивает видимо он сданул там вентиляции они его услышали потому что я не знаю как в таких шлемах они вообще слышишь слышу что-либо станция мы джейстик побег и мальчик мечи короче вы поняли бесконечная заставка продолжается третий раз уже показывать тупое ебало главного героя он знаете он немножко даже на березунских похож о классно вот он опять бег бег когда когда камеру не болтает герой бегает стремительно и плавно наверно здесь и стрельба без разбросов я угадал а вот а вот чувствительность мыши это просто о боже что происходит внимание всему персоналу чейзер сбежал потом 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 вот здесь вот и сразу стало резко не слышно это луна чет не о боже это это еще и крутится знаете как-то был в парке где вот эти ну аттракционный короче и был аттракцион как-то то ли невесомость или космос назывался там такая фура стояла у нее внутри там в этом грузовом херни короче в этом коробе стоял такой цилиндр со звездами и мостик шел и цилиндр вращался вокруг мостика и было такое ощущение что мостик просто как бы кружится это было очень круто особенно если вы туда придете не на сухую скажем так и под веществами это можно оттуда вообще не выходить так на что и нечем атаковать значит надо бежать это олдскульная игра когда я играю в олдскульную игру я чувствую себя человеком будущего попавшим в прошлое я чувствую свое потенциальное превосходство над соперником поэтому я играю стремительно и быстро но это конечно не касается 2d аркадных игр где я чувствую что я по-прежнему маленькая сучка которую избивает компьютер и так я разжился каким-то нереальным автоматом у которого есть оптика у которой есть оптика приближающая цель на два сантиметра знаете даже в биатлоне винтовки более гуманные там прицел более более кратный это капец прицел 05 базаре ну и чё ничего не открывается кусок обоев отклеился видите от стены там и там видны на космические направляющие странно это это самый многословный солдат пока что которую здесь встретил потому что в прошлый раз они начали стрелять молча а этот горит хватит хватит бросай наверное этот срочник неопытный обезает то что обязательно нужно подходить к открывашки дверей чтобы дверь открылась космический век ёпты медь где автоматика я вас спрашиваю эта сложность но о нихуя себе это сложности я сдох так быстро то есть на этой сложности не враги стреляют о боже а то контрольная точка то где дайте поменять сложность не поменять о боже то есть здесь в отличие от фира или где там это было сложность влияет не на точность попадания врагов по вам а она влияет на дамаг которые они по вам наносят стрелять они будут в любом случае паршиво но уж если попадут то вы сдохнете сразу да они услышали мои шаги догадались подойти мать его о боже я подозреваю что этот компьютер для своего времени настоящий гений итак я снова разжился автоматами в одном и то уже месте этого эти лохи сдохли снова значит а я нашел кнопку приседать но этот полом прилечь потому что камера опускается просто на самый пол главный герой либо главный герой становится ростом муравья трудно определить что происходит мне кажется эта кнопка прилечь что ж теперь я включил скилл аккуратности все чему научил меня контор страйк я буду использовать что это такое перезарядиться это средняя кнопка мыши они р своевременно я об этом узнал интересно блять я снова попытался сделать главный герой чертовски криворукий стрелок однако вот так у него прицел стоит на месте а вот так подымается так очень очень непривычно перезаряжаться на колесо мыши но весь свой скилл игрока в шутер я сейчас активировал я собран я оба 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 я нашел оптичка так 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 все здесь надо быть осторожным есть надо быть про чтобы пройти эту игру на видимо врага есть связь меняю нет но благо что все солдаты в этой армии это знаете вот эти любители кричать в мобильный телефон полагая что собеседник их всегда плохо слышит надеюсь такие люди которые в маршрутке вели еще где-нибудь альо да ребля я до урана куда купил блять был ходил врачу ходил да геморрой блять по колено прямо из жопы вот им похуй о чем они говорят они стараются говорить об этом главное максимально громко я прям так и жду и слышу слушаю жду когда они скажут да негры заебали жады блять женщина бомба бляха сука мне кажется я не смогу пройти дальше эту игру ну блин их там эти враги их и слишком много не слишком слишком жопоразрывающие они до двери так понимаю не откроют да это святая обязанность лежит на мне ай блять да пошел ты в жопу и так еще одна попытка на этот раз я буду пытаться вести себя как контер страйке враги косые поэтому надо им не давать по себе попадать это залог залог успеха и знаете что еще блять настроек нету я не могу перезаряжаться на колесо мыши это ужасно просто я не знаю какой псих мог сделать такое управление но тогда шутеры еще только зарождались еще никто не знал этих элементарных правил что кнопки перезарядка и прицеливание огонь неприкосновенны сейчас графика лаганула и лаганула она не в мою пользу на всякий случай я скажу по-честному что я уже начал игру заново на средней сложности потому что мне кажется что если этого не сделаю игру мы так и не посмотрим я сдаюсь я паршивый игрок чейзер вспомнить все главное мне кажется вспомнить все это название исключительно связано с локализацией его звучит она явно лучше чем если бы назывался чейзер амнезия вспомнить все но как бы намекает как я уже стал на фильм но при этом с фильмом к сожалению вообще никак никаким хреном это не связано это 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 классический допотопный шоттан просто блядски сложный и бессмысленный это он это же просто блять вы посмотрите я даже на сложности сейчас сдохну именно в этой комнате потому что нет вопроса не войти без гранаты блин нет я пройду дальше на три шага блять из принципа эти враги из этих дверей появляются абсолютно без всякой логики и сразу начинают криворуко шмалять но шмаляет они все равно в вашу сторону ни брони ни аптечек ничего не падает здесь нет ни хрена черт возьми я сейчас себя чувствую знаете как будто мне снова лет десять к счастью что я не знаю возможно кто-то возможно это пиздец как вы заебали ублюдки я не могу не играть я старый легкая сложность пацаны и у меня уже 99 жизни я уже где-то одну право флил знаете я вот не говорил о ази этого сразу броня выпало да вы на легкой сложности он сразу попытался отвернуться от меня думая что его защитит и защитит от моих пуль ну что же хорошо вот она вот он мой уровень значит чувствую себя играю эту игру знаете снова каким 15-летним а то и меньше дело в том что раньше все игры были такие они были бессмысленные беспощадные а сейчас это вот уже потом начали знаете пытаться впихнуть в игры как много-много смысла посредством долгих длинных заставок разговоров это постоянных реплик персонажа нахрен не нужно и древним играм это не всегда было к лицу вот они все с этим справлялись смотрите резидент evil 1 до от ремастеринга может быть оценить совсем древние играли там как бы но вообще не записок пол игры нету ничего все диалоги только в начале потом их нет это было классно и вот взять к примеру недавний criminal condemn где каждый просто несколько шагов там он в начале игры начали разговаривать с детективом что-то подоставать какие-то блять приборы что-то брать какую-то малофью на анализ то есть ну не знаю как так к обычному шутеру для тех времен взяли прикрутили какую-то смысловую нагрузку которая там которая подошла бы наверное отдельно скорее логической игры где игре где надо ловить маньяка чем просто вот такому шутеру то есть он что-то проанализировал подошел собрал какие-то образцы вместо гениального вывода блять выхватил пушку оторвал трубу и пошел пиздиться сам врагами то есть ну все формальная часть закончена начинается банкет вот так на мой взгляд осмотрелся но конечно тогда на ту на ту пору если вы играли тогда в нее дело в том что это уже тогда это начинался другой уровень игр они зарождались тогда вот эти игры со смыслом я надо что-то кроме как ходить и стрелять вот этот пидорас меня опять же здесь положит смотрите нас ёбать а то там сзади еще кто-то стрелять начинал можно это сложности врагов поменьше нет сомневаюсь наконец так они подыхаются они подыхают это примитивный шутан я я из будущего я болтну прошел блять все три неужели не пройдут какой-то чейзер но все и их пули наконец-то их пули как остались лохан в южном парке слова как пули так вот теперь у них пули как слова я пропускаю через себя они наносят мне урона ну чё я нажал эту кнопку упала блять три ящика с потолка ничего не остальные то столкнуть что я ёбнулся чего спасибо что компьютер станции majestic спасибо видите голографичный голографический компьютер сколько вле сколько лет прошло он до сих пор где-то в будущем сектор мне нравится эти правила переноса господи это дверь чего не открывается она оранжевая не желтая у вас только желтый и так и куда же и куда же они хотят чтобы я пошел эта игра вообще дальше проходится двери 717 273 спасибо так пожалуйста может это открылось классно классно логично а за ней а так она и была открыта за ней тут нет ничего больше ой блять то есть наступила классическая ситуация для древних игр когда непонятно либо куда идти либо чего делать дело в том что нужно как-то на третий этаж подняться вот туда лифт туда не едет он ездит только между двумя первыми если нажимать на эту кнопку как заставить поехать лифт на третий этаж я не знаю я просто я просто нет был бы я по было бы мне снова 10 лет я бы понял что делать я бы обосрался но обязательно понял но сейчас я нихрена не понимаю ну чё ну упали ящики что вот это три ящика упала я же не могу их двигать я ничего не могу наверное может быть это хитрожопый шутер и мне здесь нужно было пройти какое-то обучение блять как на насчет обучения не падать с обрыва он не останавливается сразу он становится плавно поэтому я падаю блин видимо он успевает взять разгон вот как не это не работает а не работает компьютер говно вот третий компьютер который мне нужен но как туда сука залезть как туда бля подняться а черт по ящикам запрыгнуть ёпта точно да но он прыгает просто как будто он насрал в блять как будто у него в трусах лежит гиря блин из говна который он высрал перед этим поэтому пукан болит и он не может прыгнуть он не прыгает ему не допрыгнуть туда ну посмотри посмотрите на этот прыжок вы думаете что он скачет нихуя себе вы думаете что он скачет просто в броне тевтонского рыцаря с двуручным мечом спиной и в трех кольчугах но нет это космическая станция здесь просто высокая мать его притяжения я просто не могу залезть на этот ящик с этим управлением я просто я просто не могу да нет он не может запрыгнуть с таким прыжком он не может запрыгнуть наверх это невозможно это невозможно сделать здесь какая-то сука другая должна быть технология подъема может быть лестнице может быть ящик стоит так будто бы по нему можно пробежать нет я не знаю я сдаюсь а первый уровень в этой игре победил меня поэтому я просто пожалуй покончу с собой раздавившись лифтом жаль что он протек сквозь пол они они не был расплющен просто в абсолютный фарш но на этом еще не конец а долг ответственности и невероятная атмосфера этой игры заставили меня вы не представляете выйти и пройти обучение оказывается что в прыжке нужно подгибать ноги кто бы мог подумать я знаю что в контер страйке так всегда можно было на ящик запрыгивать но здесь вот это приседание я и подумать не мог что она прыжок продолжает выглядеть таким же жалким такой же жалкой потуга и пингвина взлететь будучи беременным блять кладкой и до кучи но он это серьезно помогает залезать на более высокие препятствия я надеюсь нет это не помогает засеять здесь вообще это здесь ли здесь блять здесь ли нужно прыгать у меня по-прежнему вопрос боже это какой-то и долбанный ад это просто ой откуда они вышли может меня было войти в это время туда может они в этот раз новую дверь открыли может они материализовались из воздуха как это было древних играх откуда здесь взялся бронежилет он ну господи нет нет господи я и после игры этой игры можно идти играть на пианино я сделаю это я сделаю это охуеть я победитель по жизни чемпион а теперь сюда лифт поедет да я вас предприятия прибью нахуй создатель этой игры сейчас сюда сука поедет так а еще надеюсь посмотреть на какую-нибудь новую пушку космический арбалет так здесь чувствую что-то будет сейчас нет ничего это что а я боюсь тупик а его дверью убила фига себе бывает же такое больше никогда не буду это было настолько реалистично и чудовищно выглядело что я больше никогда не буду тормозить двери лифта рукой ногой или чем-либо еще да из них из каждого теперь броня выпадает на этой сложности мне это нравится сейчас этой игре место на телефоне конечно не на компьютере как же задолбало открывать эти двери знаете zero tolerance на сеге игра была древняя там это двери сами открывались цель игры как ни странно вспомнить все вспомнить кто то что ты за что тебя все не любят что-то натворил и видимо дышать с этой станции либо захватить ее ее и весь мир станция летает в орбите земли если вы не заметили так что та серая планка действительно была луна но я известный астроном я не мог перепутать еще здесь все в оранжевой форме валяются вероятно не зеки вероятно что это космическая тюрьма или что или в будущем оранжевый цвет это цвет интеллигенции да не белые медицинские халаты а оранжевая роба в стекле остаются дыры которые довольно неплохо выглядят для того времени хуже было когда от выстрела рассыпалось стекло в кламм это было уж никак не правдоподобно я не понимаю они сука то могут открывать двери блять то не могут на самом деле это очевидно такой скрипт дверь открылся за ней человек потому что стоит убежать от него за дверь за дверь и он уже к тебе не придет как я понимаю до этого потому что они ни в коем случае не делали либо это знаете это самый дисциплинированные солдаты они не покидают свой пост они не гонятся за вами я убил в затылок а он схватился за лоб это было так классно он знаете это 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 как будто смерть показал просто худший в мире актер он такой схватился за голову и о боже и я убит и я убит а да о точно вот приседание приседание до самого пола пригодилась наконец-то он присел и смог пролезть под перилами чтобы спрыгнуть вниз и здесь я уже по-моему прошелся да ну нахуй это же блять самое начало игры да ладно чем уж какие-то двери другие открылись а вот это я каким-то чудом понял что нужно идти назад это сейчас было просто просто божье провидение не иначе что я не пошел делать второй круг я просто вспомнил уже какая древняя эта игра и что тогда еще не было привычки заставлять ходить кругами практически и даже судя на того что от этой игры жду всего всего чего угодно только не того чтобы ходить по одному и тому же место вообще сейчас что-то халфой так пахнуло это что такое о двигайтесь спасательный цельным капсулам как будто я блин знаю где они это не земля это какая-то херня может земля только почему северный полюс такой огромный интересно мы вокруг планеты или планета вокруг нас летает если получается если долго долго здесь стоять и залипать мы увидим как земля второй раз выплывет оттуда серьезно неплохо так реалистично сделано я удивлю что в такой игре запарились насчет этого и просто не въебали туда статичную картинку а так это не бассейн с водой это какие-то щипцы это очередная загадка потому что дальше не про а там ток по ходу который сразу убивает а там и дверь то закрыта сейчас по ходу включится нет нет наверно нет мне так нравится знаете во всех этих фантастических фильмах типа например звездные войны там да и не только типа черный граф ну то есть все солдаты эти инопланетные там какие-нибудь они всегда так в таких крутых в такой крутой броне всегда одеты там шлемы все у них такое навороченное сами как люди из стали но сука эта броня их вообще ни от чего не защищает они дохнут блять с пистолета с чего угодно то есть зачем он это все одел в хейло помните как был чиф одет шеф или какого просто киборг похоже я все-таки пройду первый уровень если меня сейчас не убьет чем-нибудь что это такое это что это здесь наверно этот стоит пылесос которым полы моют или чё это тупик чё серьёзно да не да не о точно а о так тут лестница очень видно её просто главный герой может лезть без помощи рук по лестнице одними ногами настолько блять что я сделал нет блять а блять о ха-ха-ха-ха ха-ха-ха да я прошел первый уровень да сука и на этом моменте и глядя в эту пустую бездну грустными глазами. Я признаю, что игра Chaser, вспомни, все победила меня. Я не могу. Я не пойду просто потому проходить ее дальше. Хотя бы первый уровень не пойду до проходить, потому что помню, что на моем пути стоят эти ящики, на которые нужно запрыгнуть. Нет. Эта игра слишком крута для меня. Видимо, мои пальцы уже подернулись артритом, а мозг заплыл, и я просто не могу играть в такие сложные игры. Я привык к тому, что мне подсказывают на каждом шагу к тому, что все просто и понятно. Везде slow motion. Очень slow, чтобы я успел реагировать как бы в батле, там, не знаю, в этих заставках, когда в комнату ну, да-да-да. Когда в комнату вваливаешься, там, такое замедление у тебя, что, знаете, как будто, блин, человек-молния туда влетел. Вот. А здесь такого нету. Здесь все идет прям просто сплошной линией. Сплошной линией, как бы, и люди хоть и косые, но очень сильно дамажат на любую сложность, кроме крайне легкой, что уже было крайне унизительно, и даже на этот день я умудрился сдохнуть. Да, я признаю. Но, собственно, кому интересные, олдскульные, шутаны, хардкорные, пожалуйста, все для вас. Тут есть сложность, тут есть трудность, тут нету логики. Ебашки! Поднимайте свои часовые скиллы. Ладно, на этом спасибо, а что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и адьё.